всем доброго здравия на календаре 3 октября год 2021 воскресенье хотел сегодня поработать ну так как выходной нужных людей на местах нет вот решил с утра выехать в лес за грибочками посмотреть прошлый раз здесь оставлял младые эти молодые наверно сейчас переросли сейчас глянем это ночью смелась встреча с волками стал и стай знаю надеюсь в явной жизни сегодня удастся избежать встреч с ними очень надеюсь какие-то пятки начинают нападаться так ну что надо угостить местных духов чтобы с волками не встречаться обращивайтесь пока сегодня снаряжал своего железного коня бортом от раздавил палец кровью омыл свою конягу ничего до свадьбы заживив так 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 вот они и первые мои товарищи ну здрасте так где ваши еще братики ну чё ж возьмем возьмем и такой высохнет хорошенький молоденький прошлый раз здесь прям их был очень-очень много надеюсь и сегодня ну хотя бы этот корзиночку нужно набрать пока сезон есть пока погода такая тепленькая все же земли пролило достаточно так вот такие подберезы подберезы тоже очень уважаю красавчики да какие хорошенькие такие хорошенькие да пригоженькие это я удачно тут вас нашел хорошие чистенькие так ножку возьмем тоже ножки что-то полюбил жаренными очень такие скажу вкусные ножки будем брать только твердые желательно молоденьких грибов они прям такие мясистые мне кажется даже повкуснее чем белые ну своеобразный такой отварится похоже очень на белый но по мне так повкуснее и как-то они бодрости больше дают не знаю вот вареных там что остается я конечно ну сочетал немножко с прошлогодними сушеными вот в 12 ночи ложишь спать и ну где-то в часа четыре уже это просыпаешься и с таким ощущением что выспался так потом ножечку я дателю почищу пока пусть так будет вот значит эффект есть пока никаких не замечено никаких побочных эффектов так скажем какая такая бодрость духа в общем только одни положительные моменты но главное не злоупотреблять достиг желаемого эффекта курс закончил всего отложи это как с витаминами я считаю не будешь же горстями есть у всего есть у всего есть своя норма своя доза так ну что то что то реденько пока попадается но попадаются вот эти вообще хороши вот эти вообще красавчики молоденькие молоденькие высохнет красивая шапка будет и ты тоже пойдем вот так набираются далеко ходить не нужно так еще где то один видел еще вот один я бы конечно дал подрасти но завтра уеду по району колесить и они перерастут и пропадут почищу отварю порежу ты хочешь суд хоть на сковороду куда угодно так ничего пображу пока потом будет интересно сниму под ногами такая красота такой ковер осиновые листочки так пестрят очень красиво и они сейчас немножко маскирует мухомора такой вроде смотришь краснеет подходишь поближе а это никакой не мухомор это всего лишь осиновый листочек ты уже прячутся а то мне кажется в этом году больше желающих сравнению с предыдущими появилась сейчас в интернете смотришь только ленивый наверное не собирает или как минимум не выкладывает красивые фотографии какая-то там мухомора мания началась конечно приятно что люди нашли универсальное средство для лечения каких-то болячек не думаешь что все уголовно ждут от него там каких-то сверх естественных ощущений в организме если только быть настоящим шаманом использовать это для своих практик это делал другое а так если здоровье поправить болячки убрать пожалуйста собирайте сушите информации в интернете полно опять же напомню что можно купить книги от михайла вишневского его величество мухомор орла диксона мистерии мухомора такая в общем есть баба маша микродозинг мухомора вот у нее электронную книгу скачал бумажные пока пока не заказывай так ну что то здесь что то здесь нету больше небольшую такую семечку собрал значит в этой части все они заканчиваются вот только сказал заканчивается и смотрю дружочек меня ждет здорово братан меня ждешь ну пойдем полезай и ножка пойдет вполне себе хорош собой идешь листочков набивается так значит пойдем пойдем в ту сторону раз они здесь попадаются будем там собирать и что-то никаких под березовиков никаких подосиновиков только вот мои товарищи красноармейцы и красноармейцы где белые братья ухты какой пойдем ножичку потом надели отсортируем да что-то прошлый раз прям целыми такими косыми полукругами были а сегодня по одному может быть основная уже масса вышла будем посмотреть так это что у нас такое это у нас то что нужно что-то как ты вышел обратно ты какой-то немножко не такой тебя не возьмем тебя еще возьмем и тебя возьмем он еще один спрятался но я уж тут был а вот его не заметил ухты какой мясистый как яблоко и вот этого не заметил все иду в ту сторону значит здесь сейчас будет корзинка полна вот так вот дух угостил все начали показывать грибы добро все любят добро все помнят вот я говорил что семьи маленькие сегодня попадаются вот сейчас я вам покажу на какую семью нарвался ухты этот называется ведьмин круг вот они прям кругом растут кольцом колечко почему они так растут не знаю может место здесь особенное какая-то мистика в этом определенно есть если кто знает подробнее то пишите в комментариях побеседуем здесь вот еще такие уже немножко некоторые полусушеные и вот здесь и вот здесь ухты ухты боженьки ж мои это я же удачно сюда приехал смотрите сколько здесь вот это особенно хорош румяный это у меня опять целая сушилка будет еще стеллажи в бане придется разворачивать разворачивать ох 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 это прям капитально отлично мне нравится так ну что и здесь вот есть здесь вот какие красавчики а это я сейчас вас всех соберу так дальше пока не видно но здесь прямо очень много ну что будем считать что здесь мухоморы из ведьминого круга будут иметь особенную силу вот ну что начнем собирать посмотрим сколько всего выйдет и вот еще такой интересный момент хочется спросить у ведущих людей от чего так вот попадаются мухоморы ярко-красные и вот такие вот оранжевые это разные подвиды мухоморы или зависит от почвы может быть хотя не знаю вот здесь они такие вот оранжевые вот здесь вот такие еще более-менее оранжевые а здесь ну здесь осинник здесь осинник немножко березы здесь вот тоже если не знаю там если близко к свету может быть да но здесь все равно вот оранжевые а здесь вот рядом стоит прям ярко-красные что они выгорают или что с ними кто знает тоже пишите буду благодарен мне очень интересно ну вроде как вот ну грибница то одна же вот одна грибница идет один начали ярко-красный эти вот такие оранжевенькие и здесь опять ярко-красный на свету он опять оранжевый почему они так разный окрас имеет так ну пока не буду на съемку отвлекаться это собирать и собирать тут их прям вот очень при очень много надеюсь всей той емкости которую я взял мне хватит те которые такие похуже наверное их на спирту сделать натирание наружнее а те которые покрасивше получше те уже пойдут в сушку для внутреннего употребления так ладно продолжим собирать сегодня как не кстати вот я уже говорил что раздавил ногтевую пластину а у махомора есть замечательное свойство заживлять все внутренние и наружные раны это дружочек мне сейчас и поможет хотел соль с собой взять кто-то забыл соль утомит вкуснее вот так пресный какой то почистим чистенький свеженький хорошенький как банан немножко лесная подсилка дает такой прелостью прошлые вкуснее были на топинамбур чем-то похож да как тебе набор пожестче жить это более мягкий это стало но потом такой прям матерый гриб сейчас покажу сколько уже не собирал сюда отдельно складываю такие оранжевые светлые сюда яркие и ножки потом в другую корзинку приложу здесь не будет умещаться я думаю их прям в кузов выцеплю чтобы побольше шляпок влезло тут прям их лук сушить не пересушить короче сейчас и сил придаст и пасть будет как новый 10 она получше чем 9 так ладно продолжу сделать еще не проворот но сегодня еще куда успею ладно конечно шиповник все набрать девесил не знаю как будет короче надо что с мухоморами правиться я тут немножко посидел надохнул поразмышлял помедитировал можно так сказать на варгане поиграл максимально соностроился с этим местом и решил что пожалуй нужно собрать грибы из ведьминого круга отдельно остальные у меня будут в тех в общем ямкостях а эти и соберу отдельно и посушу отдельно все таки есть убеждение в том что не зря они просто так растут есть не какой-то дополнительный магический смысл отложу-ка я их пожалуй после сушки для особого дня вот начнем собирать ваше и ваше и 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 ну и того вот такое количество особенных волшебных грибов получилось их мы отложим отдельно у меня тут ножки были ножки я пока временно переложил в такой пакет для еды это для лекарств и там тоже для снадобий а это пусть будут обрядовые полежат до лучших времен так ладно это я пока сейчас сгружу в тележку и пойду дальше на разведку ножки отделил получилось у меня 28 грибов с видимого круга как 28 панфиловцев так это все хорошо аккуратненько положим пусть пока здесь постоит с этим саквояжем пойду чуть подальше пройдусь так это почти полный сейчас я сюда переложу отсюда и налегке пойду же дальше собираю 2 кардин уже мухомор мухомор вот мух пролетела сидит балдеет здесь нифига даже мух не берет а люди боятся их собирать но я чувствую на маленький так это да прибалдела ну просто объем большой надо дозу знать свою лишь ты на целую корзину на пасть решила так на сегодня денечек прям прекрасно радует мне работа все до меня прям сегодня лес угощает на славу по старым что местам прохожу четыре дня здесь назад был и вот опять урожай и опять красота весь секрет в том что надо корзинки красную брать желательно из пятерочки гриб на них дурью идет как карась на манку вот еще один ох какой хороший решил я ножки не уже не брать наверное набрал там с пол ведра может побольше но это очень хорошо и как отдельно а ножку сейчас покажу вот такие просто землю отсекаю и вот этот корневая часть например очень жесткая и если честно прошлый раз первый раз их жарил и сейчас уже как бы на своем личном опыте знаю что я нарезал слишком большими колесиками а вот если его поменьше порезать он получше прожарится будет еще вкуснее вот сегодня этим займусь и сниму видоски я думаю расскажу о своих впечатлениях как он лучше хуже стал поделюсь теми кому это все интересно если на друг детство с мурманск и мне уже второй раз пишет с удивлением андрей если смотришь приветте из мордовии они живут типа вредные вредно это люди грибы полезные мне все люди вредны есть и хорошие вот просто нужно знать куда как и чего говорят все полезно что в рот полезу а с дуру можно и блинами облопаться так ладно пойду еще посмотрю но сегодня прям не день а сказка какая-то вот еще какие яркие хорошие вот 45 еще малыши вот здесь стоят хорошие как колобки еще три так здесь в окрестностях ладно пока он еще два сегодня прям какой-то и дед ворон говорит тот что с мурома урожайный год осень прям изобидывает по всем регионам грибами красного цвета что в теме те собирают запасают нужно потрапиться пока маринушка белым покрывала все не укрыла а вот странный какой грибочек нашел как мобильный телефон это духом звонить сначала у одного ножку съешь а потом там оп спрашиваешь какие вопросы интересуют обычно отвечают ну вот пожалуй пришло время итог подвести вот такой сегодня у меня богатый урожай или трофей не знаю как назвать правильно но сбор здесь вот ведерко наверное рабочий на 10 литров в этом вообще наверное ведра полтора я думаю есть чуть-чуть особенно грибов ну вот несистые ножки я все-таки решил тоже собрать будет сегодня вечным жареха так грузимся грузимся в мотоблок я помню в детстве что-то бабушка не читала про грибы какой-то рассказик такой там идет диалог между грибами и вот мухомор там типа говорит о я в лесу самый красивый самый нарядный и на белого гриба это ты не зрачный какой-то коричневый ты очень типа это некрасивый а белый гриб ему говорит за мной грибли грибники приходит каждый поклон не отбивает а тебя готов сапогами пинает но хочу сказать что пинать не следует ни тот ни другой гриб а вот этому пожалуй тоже поклонишься и дважды при сборе а второй раз когда он окажет действенную помощь при всех тех недугов недугах от которых он в общем как бы излечивает но хочу сказать сразу если вы решили все-таки употреблять этот гриб все же посоветуйтесь со специалистом и не исключайте индивидуальную непереносимость поэтому нужно всегда быть осторожным потому что есть люди у которых аллергия может быть а так в целом лично меня гриб радует ладушки всем мира и добра поеду домой одна радость это когда ты собрал богатый урожай а второе дело нужно его грамотно определить чтобы все дело не пропало высушить и сохранить на зиму если послезавтра он высохнет то месяца через два уже можно применять все всем пока поеду домой и 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